Пионерское движение зародилось в трудное для молодой страны время. Пионер – открыватель нового, первый во всем. В начале 1922 года в Москве появились первые пионерские отряды. При 16-й типографии на Красной Пресне, при ремонтных мастерских Октябрьской железной дороги. Вскоре они стали появляться по всей стране. В годы Великой Отечественной войны пионеры помогали бороться с фашистами. Имена пионеров-героев и истории об их подвигах были известны всем. После военное время – расцвет пионерского движения. День вступления в ряды пионерской организации. Клятва, данная в этот день, становится большим событием в жизни каждого школьника. Многим из тех, кто вырос видным, знаком пионерский лагерь имени Вали Котика. Тысячи мальчишек и девчонок отдыхали там. У Владимира Меньшова хранится фотоальбом одной из лагерных смен лета 1965 года, где он был вожатым. Листая страницы альбома, Владимир Степанович словно переживает те дни вновь. Это отъезд. Вот это у Дома культуры. Это секретарь комитета комсомола вручает знамя старшему пионеру-вожатому, пионерской дружины имени героя Советского Союза Вали Котика. Пионерская жизнь в лагере была очень насыщена. Спортивные праздники, походы, песни у костра. От вожатого во многом зависело, будет ли ребятам интересно, захотят ли они приехать сюда вновь. И вожатые придумывали сценарии, образы, становились кто Ильем Муромцем, кто Нептуном, кто царем Ахламоном. Пионерская юность Геннадия Чеснокова пришлась на конец 60-х. Лагерь имени Вали Котика и для него стал незабываем. Это было ужасно интересно. Во-первых, я там продолжал заниматься техническими кружками. В лагере я в кружок записался авиамодельный. Делали авиамодельные, авиамодели кордовые, ракеты делали. Мы сделали за ту смену катамаран. В нем не тунг подплывал. Став старше, Геннадий приезжал в этот лагерь уже инструктором. Сегодня с теплотой вспоминает то время и пионерскую жизнь. Это было хорошо, это было здорово. И жалко, что сейчас этого нет. Вот сейчас как-то раздробили, раздробили. Вот я так свое мнение выскажу. Лебедь, рак и щука. Вот надо создавать единую опять организацию. Ну, может быть, идеологию поменять. У нас же по Конституции сейчас нет идеологии. А я считаю, что патриотизм как идеологию надо. День пионерии официально перестали отмечать давно. А вот пионеры есть. И буквально на днях на Красной площади состоялось мероприятие, на котором сотни юных россиян были приняты в ряды пионерской организации. И пусть сегодня у юных пионеров несколько иные лозунги и девизы. Главное, что хотят воспитать в них старшие товарищи – это любовь к своей родине. Самое важное, что может быть у человека, как у гражданина. Татьяна Брылова и Адамия Елена Кошелева. Увидное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова